КАМЕРА Всем привет! После покупки камеры Sony A6400 задумался о качественном звуке. Первый вариант это можно использовать петличку обычную, за 200 рублей купить. Но по неопытности можно забыть ее снять, встать с СЛА и пойти дальше, и, соответственно, камеру опрокинуть капитально. И поэтому было решение пока писать именно на встроенный микрофон в камере и для решения проблем со звуком был приобретен данный комплект. Данный комплект был приобретен на Авито за 13 тысяч рублей. То есть смотрел я другие варианты от Sony были. Немножко не понравилось мне по качеству звука, да и по функционалу. То есть данная фирма Rode известна в мире микрофонов довольно-таки хорошо и позиционирует себя как довольно-таки качественный хороший звук. Вот. Так. Давайте распаковывать. Что же, давайте распаковывать коробочку. Все. Все. Лучше. При осмотре коробки увидел три отверстия. Первое. Второе. И третье отверстие. Для того, чтобы коробка видать дышала, потому что эти отверстия сделаны именно как-то заводским способом. Это не просто иголкой проткнули. Пломба здесь одна, круглая. Все открывают стандартно. Давайте попробуем открыть нестандартно. Что мы имеем в комплекте? Чехольчик для переноски самих микрофонов. Инструкция. Гель. Две кошки, так называемая. Ветрозащита. Кабель подключения к камере. И сами микрофоны. Также в комплекте имеем два кабеля USB Type-C. на коробке. На коробке инструкция по подключению. Два кабеля обернуты фирменной липучкой. Кабели примерно метр длиной каждый. Вот такой комплект подставки. Сейчас запись ведется на встроенный микрофон Sony A6400. Довольно-таки легкие передатчики. Здесь имеется прищепка. Прищепка довольно-таки сильная, мощная. Здесь еще имеются шипы. Видно, нет? Три шипа, чтобы не соскальзывало с одежды. Соответственно, микрофон. Сюда можно подключить петличку. Два индикатора. Кнопка включения. Передатчик с микрофоном. Приемник. Пару кнопок. Подключение, соответственно, кабеля к камере USB Type-C. И кнопка включения. Так, включаем девайсы. У обоих заряда примерно по половинке. Видно? Стоит громкость на максимуме. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Подключаем к камере приемник. Так, сейчас провтыкал немножко запись. Не знал этого момента. Я подключил к работающей камере этот вот передатчик. Вот. И не убедился в том, что идет звук или нет. То есть, нужно постучать. Нужно постучать по микрофону. И в камере увидеть, что он работает. Потому что такая ситуация, что, оказывается, если уже запись идет видео, подключать, соответственно, передатчик бессмысленно. Он не понимает почему-то. И микрофон, и запись идет со встроенного микрофона. Вот сейчас я отключаю микрофон роут. Проверяем. Теперь звук есть. То есть, система такая. То есть, вы собираетесь начать запись. Вы подключаете микрофон. И только потом начинаете запись. Включаете запись в камере. Я об этом не знал. То есть, я сейчас вот, когда тесты проводил. Я все проводил. Оказывалось, что на встроенный микрофон. Вот. Теперь я вот сейчас опять заново все начинаю перезаписывать. Сейчас на приемнике громкость стоит максимальная. Все деления. Уменьшаем на одну позицию. Сейчас на приемнике громкость два деления. Уменьшаем еще раз. Сейчас на приемнике одно деление, минимальное. Вот так сейчас работает микрофон. Я микрофон держу перед собой. Вот такое качество звука. На камере звук сейчас стоит по умолчанию 26. И я вижу, что он немножко клипует. Значит, для... Он немножко клипует. Прямо если сильно громко говорить, его слышно, как он немножко запирает на камере. Вот. Микрофон я сейчас подключу на рубашку. Сейчас микрофон закреплен на рубашке. Вот. По тестам, по обзорам, говорится о том, что его диаметр примерно полметра работы микрофона. И вот сейчас я слышу, что микрофон немножко опять-таки крепует. Значит, теперь сделаем следующее. На камере уменьшаем громкость до 14. Так, уменьшили. Сейчас на камере громкость 14. На приемнике одно деление. Минимальное одно деление. Вот. Вот. Вот такое сейчас качество звука. Вот. Для того, чтобы переносить этот микрофон, предположим, на футболках, когда закрепить его не очень удобно и висеть он будет. Ну, давайте я попробую вот, к примеру. Вот. Вот. Сейчас он закреплен максимально высоко. Как бы послушайте, какое качество звука. Я по камере вижу, что звук вроде бы ничего не клипует. Вот. Теперь. Были приобретены следующие вещи. Вот такие шнурки. Это шнурок от бэджика. Вот есть такой оранжевый. Есть вот такой синий. В принципе, цвета они все есть разные. Есть зеленый. Есть еще такой синий потоньше. То есть, я их купил именно для того, чтобы носить микрофон на футболках, когда невозможно, к примеру, закрепить на рубашке. Значит, как это выглядит. Одели шнурочек. И на него повесили микрофон. Вот сейчас он находится на уровне моей груди. То есть, примерно сантиметров 30. Может быть, 40. Вот такое качество сейчас звука на микрофон Rode. Вот. Сейчас на камере попробуем выставить значение звука 26 по умолчанию. Все. Сейчас на камере звук 26 по умолчанию. И очень хорошо четко видно, что он клипует. Попробуем поставить 20. Так. Сейчас на камере, на микрофоне стоит 20. На передатчике мы также не трогаем, как все обзорщики писали, ставить на минимум. То есть, на приемнике у нас громкость на минимум. Минимальный уровень. Вот. Значит, такое сейчас качество звука. Если звука, если в камере, громкость 20. Давайте поставим снова 14. Все. Сейчас на камере громкость 14. Вот. Проверяем звук. Вот. Теперь следующий момент. Очень хотелось проверить. Значит, с ветрозащитой меняется ли качество звука или нет. То есть, устанавливаем ветрозащиту. Ставится она довольно-таки просто. Держится довольно-таки хорошо. Все. Вот. Вот. Вот сейчас звук с установленной ветрозащитой. Вижу, что он стал чуть-чуть потише. В общем, вот. Пробуем сейчас с ветрозащитой поставить на камере уровень звука 26. Вот. Сейчас на камере уровень звука 26. Ну, все равно даже с ветрозащитой видно, что как сильно клипует звук. Возвращаем. Я для чего это делаю? Для того, чтобы понять, когда с микрофоном нужно звук менять. Потому что звук менять, уровень громкости менять на камере придется в любом случае, иначе он начинает клиповать. Вот так, соответственно, это выглядит на уровне груди. То есть, качество звука должно быть довольно-таки неплохое. Теперь. Следующий момент. Интересно было посмотреть, как будет работать этот микрофон, стоя просто на столе. Вот мы его сейчас на столе поставили. Он еще тоже стоять не может, потому что у него здесь кнопка. Ну, то есть, ровной поверхности нет, и поставить его проблема. Чтобы он ровно стоял, не падал. Сейчас что-нибудь подложим. Вот, не хочет он стоять, но не тут-то было. Вот. Сейчас микрофон стоит. То есть, для чего это эксперимент? Скажем, два человека сидят, разговаривают, и надо посмотреть, чтобы было хорошо слышно. Чтобы не передавать друг другу микрофон, скажем, стоит микрофон на столе, и насколько у него хватит, так сказать, размаха, охвата звука. Сейчас попробуем на приемнике прибавить громкость на одно деление. Вот. Мы на приемнике сейчас прибавили громкость на одно деление. Вот. Микрофон лежит на столе. Вот здесь. То есть, на мне его нет, и интересно посмотреть, какое будет качество звука. То есть, если, например, какая-то сидит аудитория, как много человек, будет слышно все. То есть, чтобы не каждый передать микрофон, а чтобы поставил на столе, и все. То есть, я сейчас вижу, звук практически на максимуме, не клипует, но проверять качество звука. Значит, следующий момент мы увеличиваем полностью на приемнике уровень громкости. Вот. На всю. И микрофон стоит сейчас на столе. Я вижу, что он клипует. Вот. Так, возвращаем на минимум. Все. Сейчас на приемнике минимум, на камере 14. Микрофон лежит на столе. Вот мы берем микрофон, вешаем опять на петличку, так сказать, на веревочку. Вот. Вот такое качество звука. Оценивайте качество звука. Я думаю, оно должно быть чуть лучше, конечно, чем на камере. Сейчас снимаем ветрозащиту. Сняли ветрозащиту. Сейчас звук без ветрозащиты. То есть, подытоживаем. Значит, на приемнике мы всегда ставим минимум из трех положений. На камере надо не забывать тоже уменьшать звук. То есть, когда просто камера пишет, мы оставляем звадские настройки 26 качества звука. Когда мы собираемся писать на микрофон ROT, мы должны первое, это выключить камеру, подключить микрофон, включить микрофоны и только после этого включить камеру и нажать запись. Иначе, если вы уже что-то записываете и решили вы подключить микрофон, он не работает. То есть, камера не переключается. Вот что я делал, что я второй раз перезаписываю, так сказать, обзор. Вот. То есть, теперь у меня будет правило такое. То есть, я подключил и чтобы проверить, если звук идет или нет, пару раз я ударяю по микрофону, вижу, что по камере звук клипует, значит все, микрофон работает. Вот. Вот тоже момент, никто об этом почему-то не сказал. Ну, я не увидел, чтобы кто-то об этом говорил. Вот. Ну, вот и надеюсь, что качество звука в моих роликах теперь будет гораздо лучше. То есть, этот микрофон будет использоваться и на Sony X3000, и на Sony A6400. Смотрим чехольчик. В принципе, они влазают вот таким методом. Вот. И сверху мы можем положить кабель передачи. Ветрозащита сюда, конечно, если запихнуть, может и влезть, но я думаю, что ее переносить нужно в редкий случай. Вот. Мы упаковали его в комплектный чехольчик. Чехольчик компактный, то есть, взяли с собой куда-то, быстренько открыли, достали провод, достали микрофоны, быстренько зажали две кнопки включения. Они у нас включили. Все. Запись пошла. Удобно? Удобно. И выключаем. Все. Спасибо, что смотрели это видео. Если кому обзор понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!